Всем привет! Вы видите Лёшу Халецкого и это рубрика про Лёша смотрит. Только что вышли с мультфильма полный расколбас и спешу поделиться впечатлениями. Ну, во-первых, начнем с того, что, несмотря на то, что это мультик, он 18+, то есть детей туда вообще не стоит водить. Ну и он полностью соответствует этому ограничению, потому что там много пошлости. Последняя сцена вообще, конечно, ужас ужасный. Но начну, как всегда, с перевода названия, потому что в английской версии мультик называется The Sosage Party. Я не знаю, конечно, в русском языке нету такого вот фразеологизма «сосисочная вечеринка» The Sosage Party. В данном случае тут как бы и намек на то, что главный герой — сосиски, а с другой стороны сосисочная вечеринка — это там вечеринки, где только мальчики, да, понимаете? Почему? С другой стороны, перевод «полный расколбас» — он опять такой безликий и не совсем суть мультика передает. Конечно, пытались привнести и что-то гастродомическое, то есть расколбас, да, но все равно, мне кажется, стоило оставить эту сосисочную вечеринку или каким-то таким образом. В общем, идея мультика в том, что все продукты, на самом деле, такие живые существа, которые, находясь в магазине, верят, что их забирают боги в лучший мир, а потом они внезапно узнают, что это не так, что боги их там поедают, но все это натуралистично так показано. В общем, вот это вот завязка, и на этом строятся все приколы этого мультика. Ну, на самом деле, все-таки было скучновато. Я любитель трэша большой, на самом деле, можно там и пошлости и прочего, то есть я шел на этот мультик как на трэш, был готов ко всяким вот этим вот скайберзностям, которые там будут, но по-хорошему он просто, ну, немножко скучноватый лично для меня. Мне кажется, возможно, он зайдет вот студентом, знаете, таким безбашенным каким-нибудь тинейджером, ну, я не говорю школьником, потому что 18 плюс все-таки, ну, студентом первых, вторых, третьих курсов, может быть, это будет все и смешно, но нам как-то вот взрослым людям немножко это так не очень. Там, конечно, дофига всяких отсылок, заимствований, как сказать, пародий на всякие фильмы известные, ну, много обыгрывается толерантное отношение к различным религиям, например, там типа мусульманин лаваш и еврей, кто там, пончик, пончик еврей, да, они оба сходят за то, что у них общий друг к хумус, ну, я не хочу так вот вдаваться в подробности, рассказывать все перипетии сюжета. Местами есть там смешные моменты, поулыбаться, но по-хорошему как-то так. Я ожидал от Сета Рогена с компанией, ну, как бы главная идея этого всего дела Сет Роген, это известный американский комедиант, я думаю, он вам, если вы смотрели «Ананасовый экспресс» фильм, «Армагеддон в Голливуде», как так, по-моему, называется фильм, то есть у него есть смешные фильмы, я ждал больше все-таки такого, какой-то прикольной комедии от полного расколбаса, но скучновато. Мне большей частью просто, ну, думал, когда уже мультик закончится, хотя вроде и динамично, и есть такие необычные, смешные моменты. Да, то есть там большой такой упор на пошлость сделан, но специально, потому что там обыгрывается, там то, что сосиски вкладываются в булочки, вот это вот все. Последняя сцена вообще ужасная. Просто такой трешак валит. Но только ради этого, то есть даже если вы любитель трэша, да, я не думаю, что стоит тратить время на этот мультфильм. Так что решайте сами, но только если, знаете, вам так лет 18-23, возможно, вам там будет весело. Мне же было скучновато. Все, на этом все. Вы видели и слышали Леша Колецкого. Смотрите интересное кино.